В рамках больших вести и вести Ульяновск, студия Владислав Витковский. Добрый вечер, смотрите «Верске». Два района в зоне угрозы. Это свинопоголовье. К сожалению, даже клинически здорово, признаков больше нет. Там безвыгольное содержание, животные изолированы друг от друга. Это открытое помещение. То есть люди, мало вероятности, что ходят у другого гостя, а может не ходят. Но они подлежат себе изъятию и уничтожению. Уничтожение беспроводным методом и с компенсацией финансовых застрадок за материальный ущерб. В Ульяновской области вспышка африканской чумы свиней. Наварились за счет муниципальной земли. Приняк сторон государственного обвинения просил назначить наказание Тукаеву в виде 12 лет лишения свободы. Якупову 11 лет лишения свободы. 22 миллиона рублей, реальные сроки наказания за воровство. Сегодня началось соглашение приговора по громкому делу. Почтили память царской семьи. Вы знаете, не сразу до меня дошло то ощущение вины перед царской семьей. Что мы своими поступками, сродники наши распяли. Что они какую мученическую смерть приняли. Крестным ходом ульяновцы помянули мучеников Романовых. Африканская чума свиней перекочевала из Барышского района в Кузоватовский. Новый очаг заболевания обнаружили в районном центре. В личном подсобном хозяйстве одного из жителей погибло 11 из 17 домашних питомцев. Специалисты ветеринарного контроля взяли все необходимые пробы для диагностики. Начали обход дворов и перепись свиней. Очаг уничтожен, но в угрожаемую зону попал весь поселок Кузоватого. Здесь ввели режим чрезвычайной ситуации. Как уже приступили сейчас к работе, необходимо знать количество свинопоголовья, которое будет находиться. Это свинопоголовье, к сожалению, даже клинически здорово, признаков больше нет. Там безвыгульное содержание, животные изолированы друг от друга. Это открытое помещение. То есть люди, мало вероятности, что ходят друг к гостю, а может не ходят, но они подлежат себе изъятию и уничтожению. Уничтожение бескромным методом и с компенсацией финансовых засрад за материальный ущерб. Критерии этой компенсации обсудили вместе с главой регионального правительства. Александр Смекалин распорядился также не оставить без внимания тех, кто попытается продать свиное мясо с личного подворья в зоне чрезвычайной ситуации. На время карантина все ярмарки в Кузоватого запрещены. Специальные посты контролируют ввоз и вывоз мясной продукции. Как и прежде, причиной заражения стали дикие кабаны. А в зоне распространения инфекции начался отлов животных. Наша задача – надо обезопасить людей, их надо обезопасить, а не поставить ловушку. Цель – сократить популяцию кабана. Поэтому ваша задача, как руководителя отдела, который регулирует все эти вещи, обеспечить сокращение популяции кабана. Причем сроки, я так понимаю, у нас сжатые. Карантин установят и во второй зоне угрозы. Она находится в радиусе 100 километров от эпизоотического очага. Человеку африканская чума не угрожает. Опасность этот вирус представляет лишь для свиней, в том числе и декоративных. За два года похитили и продали муниципальных земель на 22 миллиона рублей. В железнодорожном районном суде сегодня начали оглашение приговора по громкому уголовному делу. Напомню, свою преступную деятельность группа должностных лиц начала в августе 2013 года. Тогда 37-летний заместитель начальника службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области организовал изготовление поддельных распоряжений о выделении земельных участков под контрольным ему лицам. Реализовать аферу помогали еще три члена группы. Все они пользовались своим служебным положением. За два года они присвоили и продали муниципальных земель на 22 миллиона рублей. А в 2017 году суд вынес приговор по семи эпизодам. Тогда трем участникам дали от трех до семи лет в колонии строгого режима. Четвертого фигуранта полностью оправдали. Сегодня начали зачитывать приговор по уже 44 доказанным эпизодам. В премьерных сторон государственное обвинение просило назначить наказание Тукаеву в виде 12 лет лишения свободы, Якупову 11 лет лишения свободы, Морозову 9 лет лишения свободы, Тукаеву 6 лет лишения свободы, В том числе и с дополнительным наказанием каждому из них в виде штрафа От 260 тысяч до 900 тысяч рублей. Кроме этого, обвиняемым предъявили и гражданские иски. С 10 часов в железнодорожном районном суде начали оглашение приговора. В связи с объемной доказательной базой процесс растянется на три дня. Не только сохранят сотни человеческих жизней, но и повысят их качество. Национальный проект здравоохранения – один из самых масштабных по финансовым затратам. Современные помещения и современные стандарты наказания помощи. Качественно новая подготовка специалистов. Что еще изменится в отрасли, расскажет Кристина Агафонова. Мы начинаем искусственную вентиляцию легких маской. Молодые медики пока спасают куклу, но при реанимации младенца права на ошибку уже не будет. Этот новый манекен позволяет понять, насколько точны действия специалистов. Это очень важно. После того, как мы обучаем молодых специалистов отрабатывать все эти моменты, качество медицинской помощи значимо повышается. Потому что, когда маленький ребенок – это маленькое хрупкое существо, и на нем учиться нельзя. Современные стандарты оказания помощи – это лишь часть национального проекта. В здравоохранении особое внимание – снижению смертности от онкологических заболеваний. Специально для этого в Ульяновске открывают шесть дополнительных дневных стационаров. В самом онкологическом диспансере – свежий ремонт и новое оборудование. Объемы помощи здесь существенно возрастут. Здесь мы где-то разместим 25 койек. Работать будет три врача. Работать будем в две смены. И пропускная способность дневного стационара существенно увеличится. Тут вопрос такой. То есть на одной койке, допустим, может быть до четырех пациентов. Национальным проектом предусматривают доступность медицинской помощи не только в городах, но и в селах. Как говорится, и сердце, и все. Это наша котельна. Вот это вот наш котел. От этого у нас пойдет все наше тепло. Сохранить это тепло помогут и новые коммуникации. В здании обновили еще и кровлю, внутреннюю отделку. До конца года приобретут еще и современное оборудование. Все-таки в год этот медицинский пункт в Новом Погорелово принимает более четырех тысяч сельчан. Здание, построенное в 90-х годах, было переделано на ФАП. Ну и, естественно, ремонта никакого не было. Ну а в этом году прям сказочные изменения у нас случились. Все это делалось в рамках реализации федеральной программы развития сельского здравоохранения 17-20-е годы. И на территории Корсунского района, и нашим губернатором Ульяновской области Сергею Ивановичу Морозову из областного бюджета на ремонт ФАПа были выделены денежные средства в сумме 2,5 миллиона рублей. Позиция областных властей принципиальная. Четверть дополнительных бюджетных трат должна приходиться на отрасль здравоохранения. К слову, казна региона потяжелела на полтора миллиарда рублей. Перераспределение этих средств обсуждают в парламенте. В случае, если не будет увеличения средств в областном бюджете, в этих передвижках, на здравоохранение, если не будет выполнен посыл Сергея Ивановича Морозова максимально увеличивать на эту очень болезненную тему средств, то мы за данные изменения в бюджет, несмотря на все остальные плюсы других показателей, голосовать не будем. Но пока в проекте нового бюджета из дополнительных полутора миллиардов рублей в строку здравоохранения вписали лишь 111 миллионов рублей. Кристина Агафонова и Алексей Прохоров. Вести Ульяновск. Из Корсунского района. 10 миллионов рублей на пришкольные дворы. Столько муниципальных средств затратят власти на то, чтобы привести в порядок территории учебных заведений. В 56-й школе сегодня с проверкой депутат городской думы Людмила Восцина. Вместе с представителями администрации и руководством школы она проверяет качество выполненных работ. Здесь в рамках программы «Школьный двор» заасфальтировали площадку перед центральным входом. Вскоре установят детский спортивный комплекс. То есть достаточно большие средства в прошлом году и в этом году были выделены на программу «Антитеррор». То есть это мы провели работы по замене аварийного ограждения территории школы. Сразу в 14 школах города к началу нового учебного года облагоустроят территории и установят спортивные площадки. Изменения коснутся 10-й, 12-й, 22-й, 28-й, 37-й школ, а также 40-го, 47-го, 52-го лицеев. Затронет программа и пригород, Карлинскую, Лаишевскую, Отрадненскую и Плодовую школы. По нормам Сан-Пина там все четко прописано, что территория, там где находятся дети, она должна быть качественно выполнена. Депутат проехала с ревизии несколько школ Ленинского района. Если проявятся недочеты, подрядчики обещают их устранить, ведь гарантия на все виды работ – три года. Сегодня православные христиане отмечают День памяти царственных страстотерпцев. 101 год назад была расстрелена императорская семья Романовых. Для верующих людей это особый день. В православных храмах проводится божественная литургия. А в Ульяновске память членов императорской семьи почтили крестным ходом. К сожалению, последние несколько лет он не проводился по разным причинам. И вот после трехлетнего перерыва сегодня первый такой крестный ход будет проведен от Германовского собора к поклонному кресту, который стоит на площади Соборная. Перекрывать дороги не пришлось. Маршрут крестного хода проложили по пешеходным дорогам. О том, чтобы церковное шествие возобновили, просили многие ульяновцы. Просьбы были услышаны. Как признаются прихожане, они чувствуют свою причастность к трагедии и молятся о всеобщем прощении. Вы знаете, не сразу до меня дошло то ощущение вины перед царской семьей. Что мы своими поступками, сродники наши распяли. Что они какую мученическую смерть приняли. Участниками церковного шествия стало более 500 человек. Прихожане надеются, что теперь после долгого перерыва крестный ход в Ульяновске станет традицией. Прогноз погоды от Ульяновского гидромедцентра завершит наш выпуск. А у меня на этом все. Берегите себя и своих близких.